Так, чудненько, просто прекрасно. Юпитер. 22 июля 2020 год, 21.11 по Киеву. В общем-то вышел исключительно ради вот этого кадра Юпитер со своими спутниками. В такой конфигурации эти спутники находятся не все вместе. Четыре галилеевых спутника, то есть все слева находятся. Правый, самый ближний к Юпитеру это Европа, потом идет Ио, потом Ганимед и Калиста. Сейчас еще Сатурн выпал здесь. В 20 минут будет еще МКС. Ну, я совершенно как-то запамятовал. 620 миллионов километров сейчас, да. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас попробуем. Трудно, давай. Не получается. Ладно, давай тогда. Никак, да. Я совершенно забыл, что Луна рождается. То есть, тоже в комментариях говорили, Луна пропала. Сейчас я быстренько пройдет через экран Юпитер. Сниму в этом же кадре зарождающуюся Луну. А там, глядишь, дождемся Сатурна из-за деревьев и МКС. Ну, вот даже на экране, я все четыре спутника видел. Я себя извиняю за свою тарапухность. Да? Есть такого, что он, наверное, рассказал, уже есть. Так, вот там за деревьями Сатурна не видно. А вот здесь, за деревьями, сейчас не будет видно месяца. Смотри, какая краса. Просто переходил дорогу. И боковым зрением увидел какую-то в небесах прореку. Вот ровно как я эту комету Невайс увидел, направляясь снимать парад планет, увидел посреди неба расщелину. Ну, понял, что наблюдаю комету. Смотри, молоденькая какая Луна. Сейчас я попробую резкость поискать, но понятно, что уже так низко над горизонтом Луна, что слишком плотно. плотные слои атмосферы загрязняют. О, одно из любимых моих занятий. Снимать Луну, садящуюся на фоне ветви деревьев. Когда было, когда был парад планет, 4-5 июля можно здесь, на канале, посмотреть, как садится за горизонт полная Луна утром. Это феерически смотрится вообще. Просто феерически. Вот красота какая. Луна прячется в землёвку. Ветер стихает. 21-16. Через 4 минуты уже будет МКС у нас выдвигаться с запада. Ну, вот как раз там, где садится Луна. Да, удивительно, почему меня завораживает это зрелище. Но не особо вдаваясь в причины. Я просто наслаждаюсь эффектом, который на меня производит. Это красотища. Резервок немножко камера играет. Вместе со штател. Чудесно. Пошли, наверное, мы уже попрощались с Луной. Пойдём пока полетим. Ещё одну из великолепных одна из великолепных опций, которую предоставляют это камера со 125-кратным увеличением. Это не телескоп, который раз, повторяю, потому как я понимаю, что люди иногда думают, мне всегда есть впечатление, что я телескопом пользуюсь для съёмок. Нет, это ультразум, фотоаппарат Nikon Colpix 5000 с несменным объективом, то есть я никакие объективы дополнительно не оставлю, потому что он здесь один-единственный, и поменять его невозможно. потом поснимаю с пониженной светочувствительностью, спутников не видно будет на Юпитере рядом.